Уважаемые друзья, Исокогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «Жизнь и творчество Бориса Владимировича Захадера». Борис Владимирович Захадер – известный советский и российский литератор и переводчик, автор стихов, сказок и пьес для детей и взрослых, а также пересказов и переложений на русский язык известных произведений зарубежной детской литературы. Наследие, которое оставил своим потомкам Борис Захадер, читает и любит уже не одно поколение. Герои и его сказок позволяют взрослым на время чтения вернуться в свое детство. Борис Захадер заставил заговорить Винни-Пуха на русском языке. Благодаря ему русский читатель смог познакомиться с Мэри Поппинс и Питером Пеном. Родился 9 сентября 1918 года в городе Кагуле на территории Молдавии в семье Владимира Борисовича и Полины Наумовны. Из Молдавии они перебрались в Одессу, но получив повышение, отец перевез семью в Москву. Когда Борису исполнилось 14 лет, его мать умерла. Но именно она сумела привить сыну любовь к иностранным языкам и родному слову. Благодаря матери Борис Захадер еще в детстве, занимаясь самостоятельно и с учителями, выучил немецкий. После окончания школы Борис Захадер долго не мог выбрать свой жизненный путь. В 1935 году юноша поступил в Московский авиационный институт. Спустя год учился на биологическом факультете Казанского университета и в МГУ. Биологией он увлекался с детства. В 1938 году Захадер поступил в литературный институт, где учился у известного поэта Павла Григорьевича Антокольского. Диплом о высшем образовании получил лишь в 1947 году. Учебу прервала сначала Советско-финская война, а затем Великая Отечественная. Оба раза уходил на фронт добровольцем, работая в редакциях армейских газет. Блестяще владея немецким языком, он оказался востребован как переводчик. В 1947 году публикуют его первое стихотворение «Морской бой» в периодическом издании «Затейник». Это был дебют Захадера как детского поэта. А немного позднее в журнале «Мурзилка» печатают его несколько сказок. Но все эти работы не принесли автору желаемого успеха. В это же время Борис Владимирович занялся переводами, делая технические и художественные переводы с английского, польского и чешского языков. Но все же предпочтение он отдавал переводам с немецкого языка, которым владел в совершенстве. Переводы Захадера отличались от классических переводов. Он старался не просто пересказать слово в слово, а переводил, адаптируя стихотворения и произведения относительно русского менталитета. В 1958 году Бориса Владимировича принимают в союз писателей. Теперь для него открыты новые горизонты для его творчества. В 1960 году он выпускает книгу «Винни-Пух и все остальные», хотя позднее Захадер решил ее переименовать «Винни-Пух и все-все-все». Работа над этим произведением по воспоминанию писателя была самым счастливым временем в его жизни. Это произведение стало настолько востребованным, любимым и популярным, что в 1969 году Федор Хитрук решает снимать мультипликационный фильм на студии «Союзмультфильм». После выхода на экраны первой части были сняты еще два мультфильма по этой книге. Это был долгожданный успех. С этого времени сборники писателя стали выходить регулярно. В 1967 году он начинает работу над английской повестью «Мэри Поппинс» по Мелло Тревис. Выпускает в сокращении первые две книги «Дом номер 17» и «Мэри Поппинс возвращается». Затем следуют переводы «Приключения Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и пьесы Питер Пенн Джеймса Барри. С чешского перевел занимательные сказки Карла Чапика и, конечно, бременские музыканты немецких сказочников братьев Гримм. В 1978 году ему была присуждена Международная литературная премия детских писателей имени Ганса Христиана Андерсена. Его стихотворения и сказки стали переводить и на европейские языки. Умер Борис Захадер 7 ноября 2000 года. Писателю на момент смерти было 82 года. Похоронен в Москве. На его надгробии воспроизведена иллюстрация Квинни Пуху работы Эрнеста Шепарда. Одна из двух, которые желал увидеть изображенными на своей могиле сам Александр Милн. Спасибо за внимание!